Изготовил вот такую деталь из нержавеющей трубы. Углышлифовальной машинкой отрезал такую трубу, потом проточил поверху, нарезал вот такие канавки и с одной стороны расточил конусное отверстие. Суппорт поворачивал на 1 градус. В чем здесь особенность? Работу производил на маленьком станке МН-80. Конечно, на большом станке типа 1К62 это было бы гораздо легче и проще сделать, но вот на маленьком станке. А что было здесь растачивать, пришлось использовать люнет. Будет работа показана в люнете. Эту трубу я буду закреплять следующим способом. Здесь кулачки на разжим, а с этой стороны надо подпереть центром. У меня грибкового центра большого нет, поэтому я из этой железочки сделаю такую оправочку с отверстием. С одной стороны она сюда будет опираться, а здесь отверстие под центр. Подобрал когда-то, вырезал такую вот железочку. Ну вот, получилась такая вот деталька. Теперь труба с этой стороны на разжим в трёхкулачковом патроне, с этой стороны вот этой оправочкой и центром поджать. Ну вот, с одной стороны проточил. Ну вот, канавки все нарезаны, можно переворачивать. Ну вот, деталь перевернул и теперь начинаю обработку с другой стороны. Ну вот, установил люнетин и теперь старцовываю. Торец у меня был из-под угла-тифовальная машина. Вот теперь произвожу торцевание. Сейчас буду растачивать отверстие. Отверстие растачиваю на конус. Суппорт развернул вот так вот на 1 градус. Обороты обратные, резец левый. Я в одном из своих роликов объяснял, почему все происходит и вылет большой. Ну, потому что у меня люнет двухопорный, подвижный, поэтому, чтобы деталь не вырвала, приходится, чтобы сила действовала, сила резания в эту вот сторону надо. Вот теперь я растачиваю отверстие на конус.